Всем привет! Итак, идите на балкона. Если все-таки кто идет пешком, то, скорее всего, интересный вопрос, который американцы зададут. Когда я приехала в Америку, я продолжила давать уроки английского онлайн. И вот смотрите сегодня видео, по моему мнению, это одна из моих традиций. Ну что, друзья, на сегодня все. Всем привет! Это мое самое первое видео, так что давайте знакомиться. Меня зовут Алина. Я коуч по английскому и живу в Америке. И сегодня я хочу вам рассказать 10 фактов обо мне. Один из них будет неправдой. Смотрите до конца, угадывайте, какой факт наглая ложь, что из этого неправда, и пишите в комментариях. Сразу скажу, 10 факт чистая правда. Так что все по чесноку. Итак, поехали. Я живу в Лос-Анджелесе в укромном северном Голливуде. И так выглядит моя гостиная, моя living room. Как вы видите, она абсолютно пустая. Здесь люди практически не ходят пешком. Все на машинах или на скутерах. Если все-таки кто-то идет пешком, то, скорее всего, он просто выгуливает собаку. Кстати, у меня домашних питомцев пока нет. Но если я заведу собаку, то это будет какая-нибудь большая кавказская овчарка или какая-нибудь милаха чао-чао. В Америку я переехала пять лет назад. И первые два года по старинке пользовалась метро. Сейчас метро распускаюсь только раз в полгода в год. И все остальное время провожу к машине. В Америке у всех есть машина. Если у тебя нет машины, это очень странно. Потому что все всегда перемещаются на машине. Никому не придет в голову задать вопрос, как далеко это от метро или какой выход из метро. Ходит ли там автобусы? Нет. Единственный вопрос, который американцы зададут, есть ли там парковка. В прошлом я работала преподавателем английского в британской языковой школе в Москве. Когда приехала в Америку, я продолжила давать уроки английского онлайн и открыла свой туристический бизнес в Америке. Когда мы только приехали в Америку, это был Нью-Йорк, потом Сан-Франциско, потом Л.А., Лос-Анджелес. В Нью-Йорке оказалось шиво на мыло. В Нью-Йорке было холодно. Мы оттуда быстренько уехали. В Сан-Франциско много панджей. Но в Лос-Анджелесе мы нашли то, что искали. Мы нашли природу, мы нашли пальмы. Для многих перед Лос-Анджелес это Тихий океан. Но я, если честно, в нем дальше не купалась ни разу пока еще. Еще одна из ключей, почему я обожаю Лос-Анджелес. Я обожаю все кофейни в Лос-Анджелесе. Я подписывал отдельные видео по моим любимым кофейни. Мои любимые места в Лос-Анджелесе это Пасадена, Санта-Моника и Беверли-Хиллз. Сейчас мы в Беверли-Хиллз. Одна из традиций у меня это отмечать Рождество именно в Беверли-Хиллз. И здесь отмечать Рождество уже пять лет подряд. Ну что, друзья, на сегодня все. Я вам рассказывала о себе фактически с утра до вечера. В Лос-Анджелесе уже вечереет. Спасибо вам за внимание. Пожалуйста, поставьте мне лайк за смелость. Это мое самое первое видео. Я надеюсь, вам понравилось. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok